С каждым годом живых свидетелей страшных событий 20 века становится все меньше. Ветераны Великой Отечественной войны сегодня находятся в очень почтенном возрасте. Однако, как и 70-летие назад, не теряют присутствие духа, веры в лучшее и боевого настроя. Как и 73 года назад, на посту. Правда, к счастью, сегодня этот пост – торжественное мероприятие в честь Великой Победы. Мы сегодня пригласили ветеранов района, тех, кто смог прийти. Потому что возраст почетный. Вообще-то, почетные люди нашего общества, которые сделали, воевали, которые победили, которые предоставили нам время жить, творить. Мы благодарны. Мы рады в том, что у нас есть ветераны, которые нам могут показать, рассказать о истории Великой Отечественной войны. В ходе мероприятия ветеранов поздравляли представители центра. Концертную программу организовали члены военно-исторического клуба «Гарнизон». Присоединилась к инициативе молодежи. Виновники торжества в долгу не остались. Помимо рассказов о военных годах и радостях победы, они поделились присутствующими своим творчеством. Я буду песню петь вам. Я придумал три куплета. 70 лет я не пел эту песню. У меня три песни есть. 70 лет не пел, а после вздумал одну. А после через недельку взял свою биографию. Милу, это в пехоте ты воевал, ты себе не щадил. Так спасибо за то, что ты врага победил. И последний там еще такой, что там действительно вечная память, вечная слава павшим живым. Я эту песню буду вам петь. Участники мероприятия отмечают, встречи всегда проходят в особой атмосфере и чувства смешанные. Это и радость, и грусть. Как, впрочем, и положено, и логично для праздника, который всегда со слезами на глазах. Эта дата чувствуется и с болью, и с радостью. С болью, что столько людей гибло. Я воевал в Австрии, у нас победы не было. Потому что там была тотальная мобилизация, снайперы, и дальше было все. А теперь мы празднуем, и мы должны праздновать, и мы должны чтить тех, кто погиб.